Жильцы этой многоэтажки – сами себе дворники, садовники и бухгалтеры. Два года назад собственники 93-х квартир решили на общедомовом собрании, что сами будут распоряжаться деньгами, которые идут на содержание дома, чему по сей день рады. Сначала были недовольны немножко, а сейчас все помогают, даже из дома выносят, сажаем эти цветы. Ну, в общем, нам нравится, мы любим свой дом, любим свой двор. Во дворе почти по-домашнему уютно, для настроения по вечерам горит под свет. А видеонаблюдение есть как снаружи, так и внутри здания. Жильцы в подъездах объединили зимний сад и картинную галерею. На каждом этаже висят современные полотна. И многие говорят, что лишний раз лифтом не пользуются. В чистоте и красоте даже по лестнице ходить приятно. Николай Удалов живет на 12-м этаже и поднимается в квартиру исключительно пешком. Говорит, тот дом, в который когда-то заселялся, сравнивать с нынешним нельзя. Подняться, спуститься, ну просто чисто всегда, убирать стали лучше. И меньше мусора, и детям безопасность какая-то. А началось все как раз в детской площадке, на месте которой была строительная свалка. Теперь этот дом как образцово-показательный показывают домкомам даже представители мэрии. Которые, кстати, по случаю грядущего дня города проводят конкурс жилых домов. А вот номинаций будет две. Приз получит не только победитель. Как говорится, достанется и самому неухоженному сочинскому дому. Оценивается санитарное состояние, эффективность работы управляющих компаний, товарищества в собственных жильях. Составляются при выявлении нарушений протокол административного правонарушения. Вплоть до того, что могут даже лишать лицензии некоторые управляющие компании. Долго дома-номинанты на анти. Премию искать не пришлось. Есть в Сочи и такие, где не то что домофона, но самих дверей в подъезде нет. А на детских площадках, словно в противовес образцово-показательному дому, и вовсе опасно. Где-то мусор, а где-то с детьми соседствуют уличные собаки. Жильцы этого дома, кстати, также стараются в основном ходить по лестнице. И не потому, что на стенах висят картины. Максимум из местных художеств – это граффити. Они ездят на лифтах, потому что спуск или подъем на них напоминает экстремальное приключение. Есть здесь и зеленые насаждения, на самом деле, правда, стихийные, как и свалки. Прямо перед подъездами. Местная жительница Валентина Герасименко говорит, супругам не шутя летом задумывались о покупке противогазов, чтобы пройти по своему же двору. Ничего абсолютно сделано. Ни фасад не сделал, ничего не покрашено. У меня дети замуж выходили, мы все сами красили, все сами делали. Я не знаю, сколько это может еще длиться. В общем-то, мы живем и мы не видим, куда деньги уходят эти. За много лет собственники жилья здесь так и не смогли договориться, как рациональнее использовать деньги. В итоге ни нового лифта, ни краски на стенах, ни дверей в подъездах. Не дождавшись лучшей жизни, люди выбрали нового председателя домового комитета. Говорят, поняли, что все в их собственных руках, чтобы подниматься по лестнице на верхние этажи, потому что хочется, а не потому что приходится. В некоторых домах, подобных этому, и вовсе готовы снарядить делегацию парламентеров в образцово-показательный дом, чтобы там провели мастер-класс. А там, глядишь, и до профсоюза домовых комитетов недалеко. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ»